декабрь двенадцатого года декабрю 11 где-то минус 0 7 процента по итогам по итогам года мы вышли где-то на минус а дальше данные статистики в феврале месяц спад снижение показателей по отгрузке металлопроката в адрес домостроительных комбинатов и комбинатов железобетонных изделий где-то примерно минус 20 процентов к февралю 11 года к верну 12 года что это означает это означает что строительный цикл 13 года будет ниже строительного цикла 12 примерно на 20 процентов а строительство это в чистом виде 5 процентов ввп то есть минус 20 процентов по строительству это значит где-то минус 1 процент квп страны один процент это мало правительство это может и не заметить но дело в том что в реальности строительство очень сильно мультиплицирует свои расходы и по этой причине снижение строить снижение в строительстве на процент это обычно снижение ввп в целом на она примерно два с половиной три процента по этой причине sky в тот момент когда строительство должно выйти на сезонный пик это где-то май июнь мы получим значит в мае в июне по сравнению с маем июнем 12 года где-то минус два с половиной три процента и еще полтора процента постепенно нарастает вот от от общей депрессивных явлений то есть по итогам первого квартала мы должны получить где-то спад минус четыре с половиной минус пять процентов вот этот спад уже правительство скрыть не сможет и она нам об этом на самом деле уже говорит если вы читаете сообщение официальных лиц что они что они говорят что вот велика вероятность рецессии и прочие разные другие слова слова в рецессии это ученое слово которое в данном случае не совсем применимо но а но она в данном случае выступает синонимом слова спад то есть иными словами они уже говорят что они к осени скрыть этот спад не сумеют на самом деле он начнется чуть чуть раньше на самом деле мы мы вошли в классическую депрессивную стадию вот это реальная проблема с которой мы сегодня столкнулись все остальное это там слова которые говорят разные персонажи россия вошла в депрессионную стадию при этом правительство уже придумала как она отбрехается дело в том что полторы недели тому назад в прошлый понедельник на мировых товарных рынках была произведена очень мощная операция по снижению цен цены на нефть упали ниже 100 долларов за баррель для бренда а упали практически все сырьевые товар упала даже золото который уже давно не сырьевой товар но его специально опустили эта операция началась еще до того где-то за несколько дней чтобы народ из из сырья перекладывался туда куда надо то есть в американский фондовый рынок и в американские казначейки они в золото я думаю что об этом еще расскажет степан димура который на этом собаку съел поэтому я не буду как бы эту эту тему затрагивать я я они еще немножко скажу когда буду говорить о мировой экономике очень коротко поскольку вся модель по стимулированию спроса это была модель финансовая через кредитование то в результате весь экономический рост последних 30 лет он все более и более концентрировался в финансовом секторе более того даже те у кого как бы доходы образовывались в реальном секторе они все равно их их переводили в финансовый сегодня даже в производящих корпорациях основной доход генерируется в их финансовых подразделений численно это выглядит так нормальная доля финансового сектора это это же вспомогательный сектор экономики он сам ничего не производит составляла где-то 8 10 процентов от общего объема прибыль то есть он на себя перераспределял 8 10 процентов а за последние 50 лет особенно за последние 30 его доля выросла больше чем до 50 процентов иными словами финансисты перераспределяют свою пользу больше 50 процентов всей прибыли которые образуются в мировой экономике это абсолютно не естественная ситуация она была связана с искусственным ростом вот это вот финансовые надстройки последних 30 лет но в результате вот этого кризиса по его итогу мировая экономика сократится примерно в два раза ну мировая на 30 35 процентов а западная европа сша на 50 но большая часть этого сокращения это будет финансовый сектор в два раза финансовый сектор относительно упадет с нынешних 50 с лишним до естественных десяти процентов то есть это означает что в абсолютном выражении финансовый сектор упадет в десять раз теперь давайте смотреть что такое современный современном мире богатый человек это человек у которого есть активы капитализация которых скажем 8 миллиардов долларов но капитализацию на хлеб не намажешь поэтому эти люди под эту капитализацию берут кредиты в лучшем случае скажем на пять миллиардов худшим на 7 но вот у нас у человека капитализация активов 8 миллиардов долгов на 5 миллиардов эти активы генерируют прибыль но скажем 200 миллионов в год и этой прибылью оплачиваются проценты по кредитам а теперь представим себе у нас депрессия у нас падает капитализация как это было осенью 2008 года и вместо 8 миллиардов капитализация становится 3-4 миллиарда а долги 5 миллиардов никто никуда не девает и вот это кто этот человек обращение я этого слова не произносил они все такие все не только наши вообще все и для этих людей для всех возникает очень тяжелая ситуация тогда в 2008 году в нашей стране кассовые разрывы им погасило государства а уже в октябре начался рост цен на нефть и они из этой дары вышли сегодня эта ситуация повторится во всемирном масштабе и куда деваться вот обращаю ваше внимание история с кипром что такое история с кипром у банков у всех мировых банков активы это вот те самые активы которые у миллиардеров то есть их стоимость определяется капитализации и только это фиктивные активы в реальности а долги обязательства они вполне реальны и по этой причине мировая финансовая элита поняла что если она ближайшие годы не спишет свои долги ну то есть пассивы банковской системы в частности то в этом случае они все банкрот и операция на кипре этот тренировка на кошечках как какая будет реакция тренировка не получилось кипр не согласился эту тему обсуждать на сразу поэтому две недели все только об этом и говорили и в общем уже сказали прямым текстом история с кипром повторится всюду то есть иными словами будет радикально меняться вся модель а теперь давайте смотреть что это такое для нас вот что было в нашей стране давайте вспомним нашу историю за последние 20 с небольшим лет что происходило в начале 90-х в начале 90-х в россии появилась новая элита новая не столько по людям хотя это новая лита состояла где-то процентов на 30 из старой номенклатуры процентов на 30 из всяких бандитов то есть контур элиты а еще процентов на 30 из некоторых молодых людей которые значит вот выскочили да при этом молодых довольно быстро покоцали как и часть бандит а как откуда взялась эта элита значит она взялась из 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 революции конца 80-х революцию произвели две группы еще советской элиты состоящие из двух частей из мелкой и средней частично номенклатуры и торговли которые решали две задачи первое это первое это передать по наследству свои привилегии директор гастронома или там секретаря райкома очень сильно переживали что они очень сильно переживали что они не могут детям отдать свою должность а соответственно вторая задача это задача снятия с себя ответственности перед обществом я лично видел зрелище я считаю был молодой относительно и меня просто потрясло это значит такая вполне себе милая интеллигентная тетка начальник отдела гастронома крупного московского спины урта вот реально спины да просто вот исходил ненавистью рассказывала про то как из-за какой-то бабки эпитеты которые она употребляла в отношении бабки я уж не буду употреблять они в общем все ненормативные лексикам а которую значит бабку обхамили в гастрономии причем я не исключаю что она сама спровоцировала но она написала в комитет партийного контроля и в результате чуть не сняли директора гастронома и вот эта тезка как же так такой уважаемый достойный человек директор и какая-то дальше шли вот вот этого быть больше не должно было элита это святое и всякие бабки а также детки ветераны войны дети трудящиеся еще все остальные должны сидеть тихо знать свое место и значит соответственно на больших людей не наезжать где ты вот эти две задачи были решены в 90-е годы но как вы понимаете когда люди категорически отрицают любую ответственность а мы видели до история там с приватизацией со всем остальным она же как в принципе отрицала ответственность как горит моя дочь что хочу той врачу я начальника вы все быдло идите отсюда вот а это все создало чрезвычайно большую напряженность в обществе концу 90-х особенно после 98 года стало понятно что вся эту всю эту систему еще чуть-чуть ее снесут но если вы на месте примакова оказался бы чуть чуть более деятельный человек то и снес бы а в этой ситуации стало понятно что надо что-то делать что делать тогда возникла идея что надо во первых сделать так чтобы внутри элитные конфликты не вылезали на поверхность не нужно чтобы одни представители элиты объясняли народу населению что другие представители элиты воры и ублюдки нету воров в элите там только самые достойные и уважаемые люди и соответственно нужно было организовать внутри элитный арбитраж потому что когда у человека который уже привык что он миллионер отбирают последнюю копеечку он начинает драться по-настоящему значит нужно сделать так чтобы ему хоть что-то оставалось чтобы он мог спокойно уехать на пенсию на лазурный берег вот эти для решения этих двух задач элита наняла человек который в частности исполнял арбитражные функции в криминальной столице российской федерации 90-х годов в городе санкт-петербурге это был владимир владимир путин еще раз повторяю он был нанят элиты для решения двух задач установление общих правил игры которые не допускают трансляцию элитных проблем вниз к обществу и созданию соответственно имиджи элиты как как бы уважаемый достойный группы лиц и второе внутри элитного арбитража значит степан геннадь димура человек который них ухры-мухры а прожил довольно много лет в чикаге и даже не боюсь этого слова познакомился там с профессором чикагского университета бараком хусеничем обамой когда он был еще только профессором и даже не сенатором вот вы его спросите нам расскажет он произвел на него неизгладимые впечатления по поводу жкх значит когда была у нас предвыборная кампания выбирали в очередной раз президента ну назначали выбирали я не знаю даже как выступал один оппозиционер это у нас с прилива россии миронов на радио серебряный дождь москве я каюсь иногда врагов слушаю он там сказал следующее когда его спросили по поводу проблем с жкх он утверждает что 40 процентов того что мы платим за жкх прямиком уходит тогда уходил он сказал в кипр на офшоры но сейчас уже другие офшоры идет но пока мире дает вам некоторое представление о том сколько воруется как воруется ну обычно я успел поработать в реальном секторе в россии то в строительстве немножко и на золотых рудниках как там все это воруется если у вас есть две извилины и вы поговорить с специалистами очень быстро поймете как там все это воруется обычно ворует все банально вот здесь было пару вопросов про банки хотел бы сразу сказать вопрос смотрите когда ложится банк он ложится не тогда когда он банкрот а когда у него происходит кассовый разрыв если вы сейчас посмотрите то практически вы не найдете банка который не является банкротом сколько банкрот банка да у нее есть пассивы и собственно капитала есть активы на собственный капитал плюс активы должны быть не меньше чем пассивы если это происходит по формале банк банкрот он еще жив но он банкрот значит на про возьмем если взять тот же дочь и банк да он работает 40 50 плечом отношении активов к собственному капиталу причем в этот собственный капитал почему-то еще входит акционерный капитал это мне непонятно но такие регуляции значит получается что движение рынка скажем против банка на 2 процента обнуляет собственный капитал и банк становится банкротом но банк ложится тогда когда он не наступает кассовый разрыв что мы и наблюдали с греческими банками потому что вам нужно обслуживать пассив вы обслуживаете пассив либо привлечением собственного капитала плюс потоком который генерирует вам актив если 10 разрыв получается кассовый разрыв поэтому как раз банки очень часто когда вы идете по улице и видите объявление что у нас вклад специальный там 16 17 процентов это означает только одно что банк готов склеить ласты потому что он превращается пирамиду ммм он обеспечивает и обслуживает существующие пассивы за счет привлечения новых пассивов поэтому бойтесь таких банков что из себя представляет российская экономика нам очень часто говорят что это экономика сырьевая это не к но это не сырьевая экономика это экономика сырьевой колонии почему потому что типичные представители сырьевой экономики такие как например канада австралия у них на 1 доллар добываемых полезных ископаемых приходится от 5 до 7 долларов добавленной стоимости которую производит экономика в евросоюзе это цифра в районе 10 штатов районе 13 у нас это цифра меньше двух то есть никакой добавленной стоимости мы не производим мы просто тупо выкачиваем либо вырываем что-то из земли и продаем за рубеж и какой добавленной стоимости в этой цепочке практически не производится это называется сырьевая колония поэтому когда страну называют верхний вольт и с ядерными ракетами это к сожалению недалеко от действительности поэтому единственная подпитка экономики которая существует в данной ситуации это подпитка за счет высоких цен на энергоносители и на все те статьи сырьевого экспорта который у нас есть как вы заметили сейчас цена на нефть находится на высоком уровне выше сотки сидели причем очень долго но почему-то наша экономика стала замедляться ввп стал снижаться промо производства стало снижаться производство электроэнергии сокращается на 10 процентов год году перевозки по железной дороге сокращаются на 8 9 процентов за исключением за исключением одной компоненты догадайтесь какой импорт вырос на 20 по моему 6 процентов год году за первый квартал а что про какая разница произошла мы вступили в это поэтому даже при таких высоких ценах на нефть экономика замедляется причем она замедляется настолько что даже наши экономические власти и сам великий президент вдруг озаботились этой проблемой а с чего вдруг они озаботились этой проблемой заботились они этой проблемой не потому что они о нас думают или заботятся или мы их вообще кое-как волнуем по причине того что были сделаны оценки которые показывают что ввп должен расти не менее в зависимости от оценки не менее 4 5 процентов год для того чтобы обеспечить социальную стабильность то есть для того чтобы девяносто девяти процентов населения было что кушать и они смотрели свои свои шоу вроде малахова и ни о чем не задумывались верхушка и так называемые литы они продолжали банально гербальность страну этого роста нет и не будет а будет сокращение ввп почему потому что будут падать цены на нефть скажем так даже если цены на нефть будут находиться на уровне 100 долларов да представьте такую идеальную ситуацию это называется стагнирование цен на нефть но наши экономики чтобы расти нужно положить на динамика цен на нефть потому что нужно нужно положить под динамика притока денег в страну ее нет мы наблюдаем банальное замедление экономики монетаристскими способами здесь ничего не сделаешь поэтому все эти разговоры о том что вот сейчас наш замечательный цб понизит ставку и у нас сразу все зацветет и запахнет ну это не поможет причина причина банальная а кто будет брать кредит и на что кому будьте давать кредит никому понимаете это на самом деле ситуация не только у нас эта ситуация ужасно и за и в европе и в сша что люди и предприятия которые нужен кредит его никогда не получит потому что банки ужесточают требования к заемщикам потому что они пытаются снизить свои риски те кто может взять кредит он им не нужен потому что они не видят расширение рынка взбыта они не видят возможности расширять производство это очень хорошо отражается на так называемых кредитных мультипликаторах что такое кредитный мультипликатор ну это отношение скажем долговой массы в стране к денежной базе на когда экономика работает и развивается то этот мультипликатор должен быть больше единицы ну потому что вы принесли в банк скажем 1 доллар банк работает с нормы резервирования но в штатах на про 0 если скажем норма резервирования 10 процентов то банк получил в качестве депозита эти 10 этот этот 1 доллар значит 9 долларов может выдать кредита у вас уже получается 19 долларов ой доллар 90 центов эти 90 центов несутся получается кредита они кладутся на депозит другой банк значит от этих 90 центов второй банк может выдать кредит уже 81 цент и вот так вот этот мультипликатор работает то есть он должен быть больше единиц этот мультипликатор стал в штатах и в европе меньше единицы в конце восьмого года и несмотря на все старания монетарных властей он остается меньше единицы то есть банковская система перестала работать как производитель денег или покупательной способности у нас происходит тоже самое день скорость обращения денег которая связана с как раз вот с этим мультипликаторами она падает стране с тоже конца восьмого года все разговоры о том что наш центробанк борется с инфляцией но извините меня это бред силы кобылы поскольку как он может бороться с тем что он не производит он зажимает скорость обращения денег что должно автоматически приводить к снижению инфляции но у нас же ведь инфляция носит структурный характер мы и импортируем и наш цб не может по определению бороться с инфляцией потому что единственная функция которую выполняет российский центробанк это функция обменного пункта так называемый каренси борд к чему это приводит это называет кудриномикой кудринистикой это приводит к тому что денежная масса и долговая масса в нашей экономике напрямую завязана на динамику цен на нефть то есть когда наступает кризис и экономике нужны деньги предприятиям нужны деньги нужно перекредитовываться чтобы выжить у нас долговая масса падает потому что резко сокращается приток валюты в страну а соответственно центробанк печатает меньше рублей для стерилизации этой валюты вот такая вот неприятная ситуация поэтому ждать скажем так экономического чуда или экономической помощи от наших монетарных властей и финансовых властей не стоит вторая часть неприятная заключается в следующем здесь значит нужно понимать некоторые скажем так элементарные вещи из того как функционируют системы вот управления у нас это называется вертикаль власти в остальном мире это называется демократия как работает современная демократия на пальцах есть хозяин есть две партии обе партии служат интересом одного хозяина но электорату все это подается как у нас есть две партии у них совершенно разные повестки дня и если вы недовольны своим экономическим положением или что-то вам не нравится у вас всегда есть возможность выбора честных справедливых выборов на которых вы можете выразить свое отношение к правящей партии и избрать вторую партию таким образом еще на четыре года покупается время население выпустило пар пришла к власти новая партия которая проводит ту же самую политику в тех же в тех тех же самых интересах сша к сожалению является сейчас таким примером потому что никакой разницы между демократами и республиканцами там нет ну там хоть есть честные выборы чтобы понять что такое например барак обама и кого избрали действительно я с ним познакомился когда преподавал в чикагском университете тогда моя как называется гражданская жена значит ее послал учиться в школу права в чикагском университете это вторая или третья школа стране и вот она мне как-то говорит что у них появился прислали им нацмена барака обаму барак обама закончил гарвард черный закончил гарвард еще он был в городе на так называемого review это такой журнал юридически который сдают студенты школ права считается очень престижно попасть в этот журнал соответственно поскольку он был черный да еще с дипломом из гарварда ему была открыта дорога везде потому что нужно меньшинства все-таки как-то представлять везде вся их нужно им нужно помогать развиваться я конечно говорю с усмешкой поскольку в сша самый забитый человек это белый американец мужского пола с нормальными сексуальными преференциями и католик как не парадоксально люди которые создавали строили страну сейчас там находится наиболее бесправном положении вы не об этом речь и вот прислали им это у профессора она мне говорит это говорит ужас он не может слова сказать без бумажки читал барак обама он был специалистом по конституционному праву то как раз что он сейчас попирает всячески конституцию я году не может быть быть ну правда посмотри на смены прислали я посел на двух лекций действительно человек не может связать двух слов без бумажки заметьте как он выступает он говорит так баба 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 почему он так делает потому что там стоят здесь один прозрачный телепромт здесь 2 прозрачный телепромт nbc прокололась однажды они поставили свою камеру не по тем углом и был виден телепромт по которым вот такими буквами идет текст еще очень интересно есть кадры про обаму когда по моему это было в ухаю у него была первая предвыборная кампания и он проводил предвыборную кампанию вы знаете американцы дурная привычка до играют гимна не вот так вот руку держит на сердце ну у нас вот нет я шучу кашнику на привыч стоит губернатор стоит жена обамы играют американские они держат руки вот так стоит обама мост и тут вопрос еще есть такой обама и зачем вы избирали но вы подумайте зачем вот смотрите зачем вы избирали это моя теория у меня бывает и странный теории в голове иногда вот смотрите когда мы запустили спутник на американцы на самом деле сильно переполошились и они бросили огромные средства в создании системы образования как раз тот период стало появилось огромное количество колледжей ну университетов по русски была изменена школьная программа они бросили огромные средства в образование все было бы хорошо но началась вьетнамская война и по моему 71 72 году им пришлось применять национальную гвардию два раза чтобы расстреливать студентов на кампусах которые воевая выступали против вьетнамской войны то есть выступали против правительства американцы тогда подумали что мы сделали что-то не так слишком умные все стали умными управлять тяжело из них нас делать дебилов начался обратный процесс американскую систему образования стали уничтожать и превращать общество в дебилов то же самое что у нас делается по делал фурсинка и делается сейчас если вы посмотрите федеральный канал там одна собчак или малахов чувствует шоу или давай поженимся еще одно замечательный шоу дебилов делают образование уничтожают чтобы управлять обществом нужно из них сделать дебилов но вы же должны определенный момент поставить задаться вопросом достиг ли я этой цели превратил ли превратил ли я общество в стадо управляемых баранов значит нужен некоторый некий тест такая лакмусовая бумажка ну выборы президента один из таких вариантов давайте мы какого-нибудь такого хмаря откуда-нибудь вытянем чтобы он был и черным и тупым накрутим к нашей элите я перейду чуть позже накрутим какие-нибудь фишечки вроде мы можем мы изменим все будущем времени если люди действительно ничего не понимают так они побегут и за него и проголосуют ведь даже европейцы купились на это помните когда обама избирался первый раз все европейцев захлеб писали да это прорыв у них мы с ним сможем он все изменит ну разумеется как только избрали обаму он тут же буквально через четыре или пять месяцев получает нобелевскую премию мира он еще не сделал уже получил но самое интересное не в этом это все хорошо они проверили но ведь надо же еще этого человека контролировать чтобы не приди господь у нее не началось головокружение от успехов как писали наши классики и соответственно его нужно держать на крючке а как вы можете держать на крючке очень просто не был рожден на территории сша он не может быть президент сша более того этот факт имеет документальное подтверждение полученное в суде флориде федеральном суде флориды каким образом это получилось американцев есть такая система что например образование врача стоит очень дорого но если вы подписываете контракт с американской армии что вы обязуетесь быть в резерве по 6 лет после окончания колледжа или медицинской школы вам платится половина стоимость образования так вот преуспевающий хирург во флориде должен был быть послан в ирак это значит он теряет практику он теряет работу в госпиталях в ираке режет и все многие руки он тогда подал в суд на каком основании на очень простом что приказ о дислокации должен выдавать верховный главнокомандующий армии сша коим ли ли коим является президент законно избранный президент поскольку барак обама не может быть законно избранным президентом поскольку он не был рожден на территории сша приказ от него для меня недействительным как вы думаете что произошло дальше вместо того чтобы пойти под суд под военный трибунал да как отказавшийся человек от выполнения приказа военного пентагон отозвал свой иск и этом дело заглохло вопрос возникает если бы обама был действительно рожден на территории сша наверное бы пентагон не отзывал свой иск вот вот так вот формируется или там зачем она так формируется она так формировалась за тем чтобы все было управляемо и чтобы процесс глобализации или создание мирового правительства никаких сюрпризов не преподносил первое все что сказано является моим личным мнением второе я могу ошибаться есть вот это не есть истина в последней инстанции третье если я вдруг засну во время своего выступления вы меня пожалуйста разбудить значит россия очень открытая страна специфика нашей истории культура заключается в том что даже во времена железного занавеса даже в те времена когда подозрение в шпионаже был уголовным преступлением даже в это время не только наши процессы развития были синхронизированы с развитыми странами а хотя и протекали чуть по другому но и происходил достаточно большой обмен людьми и открытость россии это культурный феномен который не лечится по крайней мере пока существует русская культура и поэтому для нас очень важно внешние события и просто потому что мы за живем за счет рынков сырья но и потому что даже если бы нефти другого сырья не было мы все равно развивались бы синхронно с развитыми странами кстати это это причина того почему у нас нет истории как науки вообще принятой науки по крайней мере потому что история это идеологическая наука если может так выразиться и очень здесь очень многое зависит идеология а у нас общество расколото в соответствии с внутренним и внешним фактором влияния на почвенников и на западников и западник не может признать ту половину нашей истории которая касается к тому что вот это вот хлопы и быдло сами распоряжают о своей судьбой и точно так же почвенник не может признать другую половину истории шоке там если здесь здесь на вельможные паны кослява рука запада на нас влияет но с чисто операциональной точки зрения это означает что глобальный кризис который сейчас развертывается в мире важен для нас не просто потому что вот есть фактор глобализации есть фактор упрощения коммуникации и мы в этом мире варимся и просто потому что мы от этого мира зависим деньгами но и потому что мы поневоле неисправимо являемся частью этого мира и все попытки построить железный занавес разбиваются нашу культуру точно так же как они и разбиваются попытки построить западную демократию в мире происходит очень интересное явление происходит трансформация человечества когда встречаются представители разных общественных наук это напоминает известное стихотворение у нас в квартире газ просто все говорят ой а у нас тоже кризис и в истории кризис и философии кризис и в культуре и культурологии кризис и во всех и всех общественных науках кризис это связано не с тем что мир устроен плохо а с ним что человечество вступила в этап трансформация который очень глубокий меняется отношение человека с природой я буду говорить об экономическом кризисе дальше но сейчас набросаю несколько мелких штрижков просто чтобы было понятно что экономический кризис это часть очень глубокой трансформации это в общем то не самая глубокая часть хотя и самая болезненная и сильнее всех нас сильнее всех нами ощущаемая часть есть такое замечательное явление закон сохранения рисков это не законы естественно это эмпирическое наблюдение что если в относительно замкнутой системе минимизировать риски индивидуальных элементов этой системы то совокупные риски никуда не одеваются возгоняются на общий системный уровень эту систему разрушают в классической форме он проявился во время ипотечного американского кризиса 8 года когда ведь пресловутые деривативы это были не спекулятивные инструменты спекуляция на них это было мелкое побочное удовольствие смысл был страхование рисков американцы добились выдающихся успехов совершенно феноменальных если вы вкладывались в первоклассную корпоративную облигацию с инструментами хеджирования рисков то ваш риск как инвестора был на порядок то есть примерно в 10 раз меньше чем риск самой этой корпорации облигацию которую вы покупали индивидуальные риски были с ней сведены практически к нулю риски были заглян на общий системный уровень и система развалилась сейчас очень похожи вещи на улице в других сферах ну например замечательная наука педагогика мы наших детей спасаем от защищаем от разного рода опасности но у нас не получается в силу распада общества но в развитых странах это получается очень здорово в результате растут поколения людей которые не способны принимать решения никакие кроме те которые прописаны в учебнику а уже три поколения в развитых странах лечат больных детей это замечательно люди которые сто лет назад умерли бы не даже до 14 лет живут яркую полноценную насыщенную и в ряде случаев дают счастливую жизнь а но это снижение индивидуальных рисков на фоне общества означает порчу генофонда и врождение которое является следствием этого чисто биологического рождения некоторых развитых странах видно просто на улице попытка решить проблему путем разбавления крови провалилась мультикультурализм умер и эти риски они выстрелят поскольку мы люди мы не можем ничего сделать просто нужно понимать что они реализуются стихийно скорее всего на нашей памяти по крайней при жизни тех людей которым сейчас 40 и меньше и в общем довольно разрушительным образом дальше существует замечательное явление распространение компьютеров компьютеры это формализованная логика когда будет создан полностью биологизированный интерфейс и когда мы будем задавать компьютеру вопросы также просто непринужденно как друг другу между прочим подступы к этому хотя анекдотичную жизнь уже есть уже работают в этой ситуации мы будем равны по доступу к формальной логике и соответственно мы не сможем конкурировать друг с другом на основе логических построений будем равны это значит что мы будем конкурировать друг с другом на основе вне логических форм мышления творческого мышления и мистического мало того что носителями этого этих форм мышления никто до сих пор не научился управлять мало того что эти мышления не умеют воспитывать что мы научились воспитывать навыки логического мышления навыки творческого мышления ближе всех подошла советская педагогическая школа в конце 60-х годов после чего ужаснулись тому что получается оставили все это на фазе эксперимента то есть некоторое время конкуренция будет вестись в общем-то на не столько на социальной сколько на биологической базе от родился человек с науками замечательно они родился не получится то есть мы движемся в мир который будет устроен совершенно не так как написано в учебниках мы даже отчасти уже живем в этом мире просто поскольку мы накладываем на него кальки учебников который написан 20 лет назад с того времени чего принципиально нового не появилось то мы и не вполне можем увидеть это новое мы воспринимаем ее как отклонение от нормы хотя она во многом уже является нормой не всегда это приятно не всегда это кажется нам моральным но масштабы изменений очень глубокие в этом отношении я невольно повторяю лозунг советской пропаганды второй половины мая сорок первого года готовится к неожиданности ну переходя к собственно экономическим проблемам ну то что бросается на глаза просто что бросается в глаза самое главное это избыточный среднего класса вырезание которого происходит уже сейчас даже в странах золотого миллиарда логика очень простая информационные технологии сверхпроизводительны по сравнению с индустриальной это для индустриальных технологий каждый человек был абсолютной ценностью потому что он производил прибыль хотя отсюда вырос гуманизм человек источник прибыли значит его нужно отловить обуздать обучить поставить к станку и в чем выдающийся вклад советской цивилизации сделать еще так чтобы он был этим доволен если он будет этим недоволен то будет в советском союзе но в индустриальных технологиях тот же самый объем материальных благ производится значительно меньшим количеством работников в результате огромная часть людей оказывается лишней также как лишние является население российской федерации с точки зрения экономики трубы потому что это люди которые много потребляют средний класс и очень мало производят разумеется все это с точки зрения эффективности фирмы есть эффективность общества то есть рассматривается эффективность тех или процессов с точки зрения блага общества есть эффективность отдельно взятой фирмы отдельно взятого человека когда все рассматривается с точки зрения отдельно взятого человека это строго говоря совершенно противоречащие вещи скажем грабеж на большой дороге достаточно часто, как мы знаем по нынешним временам, является сверхэффективным занятием для отдельно взятой личности и с точки зрения экономики фирмы, которая этим занимается. Но с точки зрения общества это всегда занятие контрпродуктивное. А интересно то, что в результате глобализации, в результате упрощения коммуникации, у нас впервые в массовом порядке корпорации, став глобальными, стали больше и мощнее всех государств, даже больше и мощнее Соединенных Штатов Америки. И в мире, если раньше в мире доминировал подход с точки зрения эффективности общества, то в мире уже 20 лет доминирует подход с точки зрения эффективности фирмы. И когда на это наложились сверхэффективные информационные технологии, то соответствующая проблема лишних людей стала решаться не с точки зрения общества, а с точки зрения фирмы. Если эти люди являются лишними, если необходимый набор материальных благ и услуг, разумеется, можно производить меньшим количеством людей, значит, лишних людей нужно секрестировать. Ну, естественно, гуманно, в социальном отношении. И мы видим сначала феноменальный погром среднего класса на постсоветском пространстве, потом его погром в Латинской Америке. И сейчас это уничтожение среднего класса идет в Соединенных Штатах Америки, уже практически прошло. В Европе оно идет достаточно медленно, потому что консервативное социальное общество. При этом у проблемы избыточности среднего класса, это главная проблема тактической сегодняшнего дня, потому что, с одной стороны, нужно как-то людей опускать в нищету, с другой стороны, никто не хочет быть людоедами. У нее нет решения. Это проблема избыточности рыночной парадигмы как таковой. Это демонстрация того, что человек все-таки не может жить ради прибыли, он биологически приспособлен к чему-то другому. Потому что, если исходить с точки зрения абстрактного гуманизма и считать, что человек это звучит, если не гордо, то во всяком случае пристойно, и человек должен жить хорошо, тогда возникает необходимость кормить средний класс хотя бы нерыночным способом. Это означает конец рыночных отношений. С другой стороны, если пустить дело на самотеку, допустить ликвидацию среднего класса, то это тоже означает конец рыночных отношений и демократии, потому что сегодняшний рынок базируется на спросе, подъявляемом среднем классе. А экономика без спроса – это уже не рыночная экономика. Точно так же, как демократия, которая существует от имени и во имя среднего класса, пусть даже это не всегда так, а без самого среднего класса может быть суверенной, может быть сувенирной, но не может быть нормальной. Таким образом, рыночные отношения, в общем-то, заканчиваются. Как это ни странно звучит из уст экономиста. У меня вопрос к Михаилу Геннадьевичу и Михаилу Леонидовичу, к обоим. Общеизвестный нам Анатолий Вассерман в последнее время продвигает в интервью идею внедрения глобального плана экономики в масштабах всей планеты. Он это впервые озвучил в журнале «Коммунист» в 88-м, по-моему, году. В Сарман в журнале «Коммунисты» ничего не путаете? Может быть путаю, извиняюсь, но то, что он говорил, это точно. Суть в том, чтобы рассчитывать наиболее эффективный план для производства в масштабах всей планеты. Но тогда он говорил, что для этого не хватит компьютерной мощности, и он будет считаться там несколько тысяч лет. А сейчас уже мощность компьютеров достигла того уровня, что скоро его можно считать практически в режиме реального времени. Хотел бы, если вам эта идея известна, услышать комментарии, насколько это поможет, если поможет, выйти из глобального кризиса. Значит, физиков и математиков нельзя допускать к управлению общественными процессами. Привет Михаилу Леонидовичу. Потому что общественные процессы принципиально отличаются от естественных наук. Для того, чтобы сделать нормальную экономическую модель, вы должны загнать туда большое количество параметров, которые не то, что вы не можете определить в данный момент времени с приемлемой точностью, которые вы часто в принципе не можете определить, потому что они являются неисчислимыми. Например, износ основных фондов, унаследованные от Советского Союза инфраструктуры. Ее нельзя посчитать, потому что этот износ возникает из-за воровства на ремонте, которое ненаблюдаемое явление. Смею вас заверить, что в развитых странах, где все в порядке, более в порядке с статистикой, тоже есть параметры, которые очень сложно определить. Например, инфляция в Соединенных Штатах Америки и так далее. Но самое главное, помимо технической проблемы, заключается в том, что глобальное планирование должно унифицировать принципиально различные интересы. Это проблема не математики, это проблема согласования интересов элит. Они могут договориться один раз на сегодня, а завтра интересы разойдутся. Завтра начнется подавление. Евросоюз начинался как праздник счастья и братства народов. И очень быстро превратился в неоколониальную систему, где юг и восток развиваться не могут в принципе. Потому что зона свободной добычи для глобальных корпораций. Так что это невозможно в принципе, с моей точки зрения. Дело не в компьютерах. Компьютерные мощности в масштабах Советского Союза позволяли это дело обсчитывать, по-моему, в середине 70-х годов. Я просто хотел еще добавить австрийской школы, это фун Мизис и фун Хайк. Фун Мизис, он просто взял и разнес плановую экономику, по частям ее разобрал и показал, что, кажется, социализм и плановая экономика, они обречены. Аргумент очень простой. Когда вы планируете что-то, да, вы должны знать цены. Потому что, если вы знаете цены, вам нужно каким-то образом производить аллокацию ресурсов капитала. Цены образуются на рынке. Должно быть свободное ценообразование. Только тогда эти цены образуются эффективным образом. Все остальное от лукавого. Поэтому плановая экономика, она подошла именно к тому грустному финалу, который случился. Что касается математиков и физиков, ну, знаете, чем отличается математика от физика? Математика исследует процесс. Пишет такое большое страшное уравнение. Там есть такой большой страшный, какой-то нелинейный член в этом уравнении. Ну, в хорошем смысле член. Он бьется годы, чтобы сделать оценку этого члена и доказать, что решение существует единственное. Приходит физик, делает такую оценку этого члена, говорит, а он маленький, я не буду учитывать в своих теориях. Ставит эксперимент, подтверждает теорию, получает Нобелевку. Это первая разница. А вторая разница, я считаю, что изучение математики и физики, оно тренирует ваш мозг и учит вас думать. К сожалению, я не соглашусь с Каприным Делягиным, экономическое образование у вас думать не учит. И именно поэтому, например, по моему опыту, вот, ну раз вы наехали на математику, нет, серьезно, по моему опыту, на самом деле, в Штатах хорошие экономисты, такие, которые думают, они, это у них вторая специальность обычно, они уже получали в аспирантуре, а до этого они получали либо инженерно, либо физико-математическое образование в колледже. Учит думать просто. На самом деле, учит системному подходу. Это вещь, которую невозможно совершенно выучить в современных гуманитарных науках. Хотя, вот, Олег Григорьев и выучился, у него, правда, специальность, по-моему, называется экономист-математик. Он окончил отделение экономической кибернетики, еще что-то вот на эконом-факе МГУ. По поводу математиков есть замечательный анекдот про то, как два человека летели на воздушном шаре, вдруг попали в бурю, их куда-то унесло, и вдруг неожиданно их так швырнуло вниз, и они видят прорехи между облаков, там сидит человек на камне и думает. Они говорят, слушай, где мы? Человек так на них посмотрел, подумал, говорит, а вы на воздушном шаре. Вот, и один другому в корзине говорит, черт, математик проклятый, почему ты так думаешь? Потому что, во-первых, прежде чем ответить, он подумал. Во-вторых, ответил абсолютно правильно. А в-третьих, какой нам толк от этой информации? А я напомню, что замечательное высказывание товарища Ломоносова мы знаем в сильно обрезанном виде. Он говорил, что Россия прирастать будет Сибирью и ха-ха Америкой. В оригинале. Вот. Так что в условиях кризиса, в условиях системного кризиса, в условиях потраты всего и вся, придется сначала выживать. Но если мы будем только выживать, не думая о будущем, то мы не выживем. Нам нужно будет выживать, думая о том, как весь этот хаос перестраивать во что-то приличное.